Главным итогом юбилейного архитектурного фестиваля «Экоберег» стало определение лучшего проекта благоустройства поймы и прилегающей территории реки Свияги в городе Ульяновске. Выбор компетентного жюри остановился на проекте коллектива научно-исследовательского и проектного института градостроительного планирования города Москвы. К слову сказать, в тройку призеров конкурса вошел коллектив управления архитектурой и градостроительства администрации областного центра, занявший почетное третье место с призом в 100 тысяч рублей. Основные критерии отбора – новизна и реализуемость проекта. Собственно, все это, по мнению жюри, в призовых проектах было. Это очень важно. Это очень важно, потому что свежие идеи, идеи не ульяновцев, они лягут в основу будущего проекта. Значит, проекты должны быть интересные, город получит удивительный результат. Кстати, прежде чем выносить свой вердикт, жюри конкурса совершил небольшой турне по территории, на основе которой были созданы конкурсные работы. Проблемы второй, крупнейшей по величине городской водной артерии, видны невооруженным взглядом. За зеленой ряской и кувшинками в конце лета почти не видно воды. Плачевное состояние свияги в городской черте неудивительно, ведь ее русло ни разу никто капитально не чистил. Собирая стоки, укрепляя берег, мы можем и приблизиться, и включить воду и берега в пространство города. Она должна быть не задворками, она должна быть центром застройки территории, но не то, что надо обязательно прямо застраивать. Должна быть сформирована зеленая зона, должен быть сформирован градостроительный регламент по ее использованию, должны быть поставлены на кадастр границы этой территории, чтобы ограничить, например, хаотичную застройку или застройку определенных функций. Елена Станиславовна подчеркнула, что водную территорию свияги необходимо рассматривать только в ткани города, чтобы она стала полноценной городской территорией. Сейчас есть национальные проекты, которые разворачивают, в том числе федеральное финансирование, на благоустройство, на экологическую направленность развития территории, на комфортную среду городскую. Вот эти все инструменты надо грамотно использовать, но перед этим стоит большая работа по градостроительной документации. Прежде чем выходить на финансовую поддержку, надо понимать предмет, естественно, стоимость, очередность. В одной лодке с нами оказался советник Российской академии архитектуры и строительных наук Николай Гришин. Первоначально он скромно представился морским инженером из Сочи. Николай Александрович приехал в Ульяновск впервые, чтобы познакомиться с нашим, по его словам, удивительным природным ландшафтом. Он всю дорогу восхищался природой города, но при этом сразу обозначил проблему территории. Проблема этой территории заключается в том, что она во многом недоступна для людей. Вот посмотрите на правый берег, там подходят прямо к воде какие-то огородики, там частные наделы. И на самом деле это неправильно. По водному кодексу все граждане должны иметь возможность свободного доступа к водным объектам федерального значения, которым в том числе является и река Свияга. По словам Николая Гришина, главная прелесть Свияги в ее камерной среде, где каждый может почувствовать свою близость к воде, ощутить ее дыхание, полюбоваться фантастическими пейзажами. Несомненно, больше всего хотелось услышать ответ жюри о возможности реализации проектов победителей в нашем городе. Я уже давно пришел к выводу, что очень нечасто бывает, чтобы какой-то один проект соответствовал полностью всем условиям конкурса. Ведь это субъективное отражение опыта, знаний и трактовки конкурсных задач разработчиками. Но, как показывает жизнь, из нескольких конкурсных работ всегда можно выбрать самое лучшее. По словам эксперта, только в симбиозе проектов победителей можно получить синергическое решение, которое позволит максимально лучшим образом преобразовать Свияжские берега. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, Управда ТВ.